Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Солнечные перспективы. Глава Самары встретился с чрезвычайным полномочным послом Кипра. Только законная торговля. Город освобождают от стихийных рынков с товарами сомнительного качества. Не попасться в сети. Школьников научат, как вести себя в интернете. Марти, прости. Фанаты вспоминают культовую трилогию «Назад будущее» и сравнивают ее с настоящим. Кипр становится ближе к Самаре. Сегодня в городе официально открылось Генконсульство Республики и прошел Международный кипрско-российский бизнес-форум. Старт его работе дал чрезвычайный и полномочный посол Георгиос Касулидис. Самара может помочь Кипру в модернизации энергетики и в сфере образования, а островное государство отладит у нас туристические маршруты и сможет принимать больше россиян у себя. Об этом шла речь и на встрече с главой города Олегом Фурсовым. О солнечных перспективах Олег Зверев. На Кипре плюс 30 и без осадков. Туристический сезон продолжается, но разговор не о погоде. Олег Фурсов и Георгиос Касулидис обсуждают вопросы сотрудничества в разных сферах. Кипр и Россию связывает многовековая дружба и духовные традиции, а 55 лет назад были установлены дипломатические отношения. Сегодня есть возможность укрепить взаимовыгодные партнерства, точки соприкосновения, экономика, культура, образование, туризм. Наш город является участником чемпионата мира 2018 года. Мы будем принимать футбольные матчи. Город меняется активно. За оставшиеся два с небольшим года предстоит сделать много работы. Губернатором Самарской области Николай Ивановичем Меркушкиным уделяется повышенное внимание развитию инфраструктуры города. И мы можем касаться не только вопросов, связанных с инвестициями, с туризмом, но и вопрос развития культуры и, конечно же, обмена образовательными практиками. Кипр для россиян – туристическая мекка. В этом году остров посетили порядка 30 тысяч самарцев. У киприотов большой опыт в создании привлекательной инфраструктуры. Создать подобный кластер они готовы помочь и Самаре. Здесь хоть и не жарко в октябре, но перспективы, если грамотно подойти к организации, гости оценивают очень высоко. Волга – это волшебное место, которое способно привлечь огромное количество туристов, если все это правильно организовать. Лично я с удовольствием совершу теплоходную поездку по Волге. И вы совершенно правильно затронули еще одну область, которая чрезвычайно важна для меня – это сфера образования. Россия славится своими университетами и тем высоким уровнем образования, которое они дают. Судя по настроению посла, все задуманные проекты должны быть успешными. Он даже предложил установить партнерские связи между Самарой и городами островного государства. Открытие Генерального консульства Республики Кипр будет этому способствовать. Туризм – это главное. Но Самара интересует Кипр еще и как промышленно развитый регион. Республике нужны новые электростанции, телекоммуникации. А недавно там обнаружили месторождение газа. И самарские заводы могли бы изготовить оборудование для этих проектов. Сотрудничество по самым разным направлениям детально обсуждалось на Кипрско-российском бизнес-форуме, который организовала торгово-промышленные палаты. И Никосии, и Самара заинтересованы во многих проектах. Тем более, что намерения подкреплены соглашениями на высшем государственном уровне. А значит, Солнечная Республика и Самара еще долго будут поддерживать исторически сложившиеся традиции. Олег Зверев, Константин Головин. События. Освободить Самару от стихийных рынков. В Кировском районе на улице Победы сегодня штрафовали лоточников, которые на свой страх и риск продают товары сомнительного качества без документов. В рейд вышли представители районной администрации, административной комиссии и наша съемочная группа. Павел Баймаков узнал, что думают о таких незаконных рынках покупатели. Улица Победы в Кировском районе Самары. Сотни квадратных метров здесь незаконно занимал продуктовый рынок. Киоски отсюда по решению городской администрации начали вывозить еще в начале года. Но самодельные прилавки со временем появились снова. Овощами и фруктами торгуют, как правило, без каких бы то ни было документов, за что продавцов и штрафуют. Кого на 2000 рублей, кого на 4. Стоит он того, как считаете? Нет, конечно. Я и поэтому без настроения сейчас стою. Я даже и не знала, что такая вот катавастя получается. Сама в шоке. Я говорю, если бы я знала, я бы сюда не приходила работать. Смело высказывают свою позицию здесь лишь те, кто более-менее уверен в качестве своего товара. Свежими продуктами могут похвастаться далеко не все. Вот перемороженные подгнившие персики, а вот перец, покрытый плесенью, а виноград первыми пробуют местные воробьи и голуби. По словам покупателей, такой рынок их не устраивает, хотят перемен. Цивилизованно вот в этом месте, но чтобы вот, ну как вот на металлурге, павильончики закрыто все, вот как на хлебзаводе. Все будет чище, и такой грязи не будет. Вот эти коробки, вот это все. Надо вернуться к судьбе этого рынка, но опять-таки хочу сказать, что вопрос должен решаться исключительно в правовом поле. Все должно быть законно. Сейчас это незаконная торговля. Пока задача поставлена ликвидировать его. Спускать это дело на тормозах в районной администрации не намерены. Штрафовать продавцов или нет, будет решать административная комиссия. Но если незаконная торговля не прекратится, товар конфискуют. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Как не запутаться во всемирной паутине? Учить детей и подростков безопасному поведению в сети будут по всей России 30 октября. Самара в числе городов-участников. Школьники не только прослушают лекцию, но и посоревнуются в цифровой грамотности в международном онлайн-квесте «Сетевичок». Главная цель проекта – рассказать молодым людям не только о плюсах интернета, но и о его подводных камнях. Как отмечают специалисты, число мошенников в сети, которые легко могут опустожить чужие банковские карты с помощью ссылок на фальшивые сайты, продолжает расти. Кроме того, в последние годы в онлайн-пространство уходят наркоторговцы, которые вербуют в соцсетях новых дилеров и распространяют зелье через электронные ресурсы. О том, как не попасться на удочку аферистов, избегать сомнительных знакомств в сети, самарским школьникам напоминают регулярно. Уроки интернет-безопасности – обязательный пункт программы по информатике в старших классах. Рассказывают и о секретах создания сложных паролей и об отличиях оригинальных сайтов от подделок. Например, есть люди, которые воруют информацию, вымогают деньги. Есть люди, которые хотят личной встречи с некоторыми детьми, что затем может детям повредить каким-то образом. Дети должны быть предупреждены. Марти, прости, этот день настал, но будущее оказалось не таким технологичным, как его представляли в 89-м. Главные герои культовой трилогии «Назад в будущее» из 85-го года прибыли именно в 21 октября 2015-го. Фанаты отмечают дату просмотром всех трех частей фильма, а наш корреспондент Марианна Мирная выяснила, какие предсказания сбылись и будем ли мы когда-нибудь путешествовать во времени. Что это еще такое? Таксисты. Какие таксисты? Мы же летим. Точно. Так, док, что здесь творится, а? Где мы? В каком времени? На часах 16.29 в 21 октября 2015-го оказался путешественник во времени Марти Макфлай. Культовая трилогия Роберта Зимекиса о путешествиях в прошлое, чистой воды, вымысел, говорят физики. А вот перемещение в будущее – другое дело. Предположим, что мы построили ту самую машину времени и хотим отправиться прямо в 2045 год. До этого там, в общем-то, не нужно многое. Нужно всего-навсего разогнаться до такой скорости, чтобы время для нас прошло незаметно. Путешествовать в будущее мы фактически с вами прямо сейчас, потому что время течет вперед, и мы невольным образом путешествуем в будущее. Мы привыкли считать, что перемещения во времени должны быть мгновенными. Наука говорит обратное. Чтобы оказаться в будущем, нужно достичь скорости, близкой к скорости света, что пока практически невозможно. Фантасты – движущая сила науки. Еще 30 лет назад делать точные прогнозы погоды синоптики не могли. Сегодня любой гаджет покажет температуру, давление и осадки. Здесь в клинике я прошел полный курс оволожения. Убавили морщин, прибавили волос, кровь перелили. На 30-40 лет помолодел. Прогнозы в отношении будущего сегодня делают и простые самарцы. Я думаю, что косметологии, нанотехнологии тоже дойдут. И до 100-150 лет то, что у нас заложено физиологией. Хотелось бы каких-нибудь экологически чистых новинок, потому что что-то уже сил нет. Мы так убиваем нашу природу всеми силами. Так что я надеюсь, чистой энергии достигнем. Летающее такси, электрошнурки на обуви и куртка, подгоняющая рукава по размеру. Такого в наше время еще не встретишь. 2015 год по версии режиссера фильма Роберта Зимекиса похож на реальной, разве что разноцветной одеждой. В 1989 году сценарист Боб Гейл описал 2015 год так, как он себе его представлял. Интересного и полезного было немало. Чего только стоит гидротировочный аппарат, способный превратить маленькую пиццу в огромную. Я уже не говорю, что летающие автомобили могли бы запросто решить проблему пробок. Что-то из фантазий удалось воплотить в реальной жизни. Но к самым смелым техническим новинкам человечеству еще предстоит долгий путь. Возможно, еще через 30 лет мы этого достигнем. Нужно проверить. Я отправляюсь в 2045 год. Мариана Мирная, Максим Гусев, Константин Головин. События. Впрочем, в прошлое тоже порой полезно оглядываться. Со дня рождения Константина Карловича Грота, одного из самых известных самарских губернаторов, в этом году исполнилось 200 лет. Великий реформатор, градостроитель и просветитель – это все о Гроте. Именно при нем в Самаре начинают работать кумысы-лечебницы, мужские и женские гимназии, строятся здания театра. О том, чем обязаны современные горожане Гроту, призваны напомнить сразу два культурных проекта. Выставка «Нравственно обязан» и фестиваль «Поволжская арт-сессия». Путешествие под звуки рояля в Самару XIX века совершила Алина Чемерис. «Я почти единственный в городе, гуляю каждый день пешком. Здесь это не водится, у всех есть лошади», – писал Константин Грот. В середине XIX века у провинциальной Самары, равной по развитию Бугульме и Бугуруслану, не было ничего общего с передовым губернским городом. Сегодня Грота назвали бы антикризисным менеджером. За шесть лет он буквально отстроил Самару под стать Петербургу. Мы видим здесь четкое пририсование этой квартальной постройки, которая позволяет собой и улицы, и дома, и те проспекты, которые у нас есть в старой части Самары, которые стали при гроте паститься, освещаться, возникать с парковой культурной территории, где люди могли отдыхать. Берег Волги плохо использовался, так пишет Грот, приехав в Самару. Вот такой его встретила Самарская набережная. Здесь не то, что гулять, ступить было некуда. А здесь та же набережная немногим позже и уже отдаленно напоминает современную. Грот приказал отделить берег реки от прилегающей улицы деревянным барьером. Кумыс и лечебница Постникова, публичная библиотека, Струковский сад. Всем этим Самара обязана Гроту. Константин Карлович наладил в городе работу полиции и почты. Он искоренил в Самаре коррупцию и увеличил городские доходы почти в два раза. Каким был Грот, отражает название выставки, нравственно обязан. Здесь предметы Старой Самары и ее виды до и во время Гротовской эпохи. И, конечно, великое наследие губернского главы – город нынешний. Одновременно с выставкой в галерее новое пространство открылась Поволжская арт-сессия – фестиваль для молодых артистов и музыкантов. Как и в XIX веке, проходит музыкальный салон. С одной стороны, это, мне кажется, концерт для избранной публики, а с другой стороны, как сказать, он, наверное, настраивает уже на такое немножко камерное музицирование. То есть это не шоу на показ, а вот от сердца к сердцу, может быть, вот так. Почему с Гротом? Потому что это первый человек на Самарской земле, кто ввел музыкальный салон на Самарскую землю. Мы готовились, мы интересные моменты придумывали, чтобы были музыкальные диалоги. Открытая Поволжская арт-сессия пройдет в два этапа. На первом осеннем собрались молодые артисты со всей России и из-за рубежа. Около сотни человек. На весенний съедутся художники и танцоры. Поволжская арт-сессия продлится до 24 октября. А выставка нравственно обязан пробудет в галерее новое пространство до ноября. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. А сейчас коротко о других важных событиях, которые произошли к этому часу. Авиакомпания «Победа» выполнила первый вылет из Самары в Москву после длительного перерыва. На линии работает самолет Boeing 737. У самарцев будет возможность вылететь в столицу дважды в день, утром и вечером. Проехал по газону, заплати 200 тысяч рублей. В Самаре службу инкассации оштрафовали за испорченный газон на проспекте Ленина. Водитель инкассации совершил запрещенный маневр прямо на глазах у административной комиссии. Так что доказать его вину труда не составило. Канал поставки Спайса накрыли силовики в областной столице. Подозреваемые две женщины и мужчины в возрасте от 25 до 35 лет задержаны. Часть запрещенных веществ у них изъяли при обыске. Еще почти 18 килограммов хранились в тайнике, на который указали сами подозреваемые. В Волгу выпустили более 250 тысяч мальков толстолобика и сазана. Их выращивали полгода. Для Волги эти породы рыб очень ценны. Толстолобик питается фитопланктоном, а значит предотвращает цветение воды. А сазан всеяден. Его можно назвать водным санитаром. В Самаре сноу похолодает в ночь на четверг. Ветер усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов Цельсия. В последующие дни станет еще холоднее. Синоптики обещают до минус 8 градусов и гололедицу. Два самарских литератора попали в лонг-лист авторитетного литературного конкурса «Дебют». Главный приз – миллион рублей и, конечно, престиж. Один из самарских писателей, рискнувших заявить о себе на этом конкурсе – Андрей Олих. Обозреватель, автор стихов и повестей, посвященных мрачным страницам истории Самары. В частности, Безымян Лагу. Так называлось исправительное учреждение, созданное в Куйбышеве в 30-х годах. И о котором мало что до сих пор известно. О непростой теме самарского писателя. Репортаж Марианы Мирной. В конце ноября 1941 года на Безымянке было очень холодно. Самарка покрылся льдом, ветер гнал снежную крошку через замерзшую реку, дальше через рельсы. Ветер свистел, обтекая трубу Безымянской ТЭЦ и, слетая вниз, пробирал в охростах через шинели, заставляя их поднимать воротники и тушил спички, поднесенные к папиросам. Больше 11 тысяч заключенных погибли в Безымян Лаге с 1939 года по 1946. География лагеря доподлинно неизвестна, ни карт, ни схем не сохранилась. В архивных документах есть упоминания о железнодорожной станции Безымянка. Я в своем повествовании разместил штаб именно здесь. Отсюда, с этого места, 5 километров до ТЭЦ, 4 километра до второго участка льдоплощади Кирова, как он сейчас называется. Все измеряется именно отсюда. Это как бы центр повествования и начало самого лагеря. Уникальный в своем роде лагерь заключенных. Он единственный граничил с огромным городом. Здесь же зэки работали вместе с вольно-наемными рабочими. Первое свое серьезное произведение молодой писатель Андрей Олих посвятил событиям осени 1941 года. Впечатлений хватило на роман в 300 страниц. Свою книгу писатель впервые отправил на конкурс «Дебют» и сразу попал в лонглист. Серый, страшный, жестокий мир поселился в его голове. Больше года литератор работал с архивными документами. Говорит, книга из него всю душу вытрясла. Огромное кладбище. Оно находится на территории современного мехзавода и Красной Глинки. До сих пор, собственно, неизвестно точное его местоположение. У нас есть памятник на выезде из города на мехзаводе. Крест стоит. Это единственный, собственно, памятник лагерю Близменлак. Престижная литературная премия «Дебют» – это миллион рублей на развитие творчества. За победу борется 21 писатель в номинации «Большая проза». А пока Андрей ждет результатов конкурса в декабре, пишет продолжение романа. Следующая книга – «Фураги», тоже про родную безымянку, только уже 1975 года. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Сидеть в тюрьме не значит сидеть без дела. Впрочем, труд современных заключенных тяжелым не назовешь. Выйти на свободу они могут не только с чистой совестью, но и с новой профессией и даже с высшим образованием. Времени на это предостаточно. Было бы желание. Павел Баймаков побывал по ту сторону решетки. Шестая мужская колония строгого режима. Здесь содержится почти тысяча осужденных. Судьба и сроки у всех разные. Несмотря на ошибки прошлого, коротать время многие предпочитают с пользой для себя и общества. В этом цехе бригада делает пластиковые окна. Заказы поступают отовсюду. Сейчас 42 окна готовятся к отправке в Тольяттинскую колонию. Работа на производстве здесь считается самой престижной и хорошо оплачивается. Желающих много. Многие здесь получают эту профессию. Многие на свободе не сталкивались с этим. Поэтому это действительно профессия. Она востребована по выходу и освобождению. Я планирую, может быть, дальше зарабатывать как-то этим и жить. А в этом цехе производят изделия из железобетона. Блоки, кольца и перемычки. Они уже используются при строительстве новых микрорайонов Самары. Помимо того, в шестой колонии делают мыло, порошок, изделия из дерева и многое другое. На производстве занято более 350 человек. Остальные отвечают за коммунальный быт на зоне. В колонии есть и собственная хлебопекарня. Производство не останавливают ни на минуту. Осужденные работают в три смены по 8 часов каждая. За сутки здесь производят почти 700 килограммов хлеба. Этого хватает, чтобы прокормить почти тысячу осужденных колонии и пациентов 19-й туберкулезной больницы. Качество хлеба, кстати, ничем не хуже, чем в магазине. На казенный стол пока никто не жаловался, говорят пекари. Это ремесло за три года отсидки освоил Владислав Дергачев. Готовить старается с душой. Оттого, говорит, хлеб такой вкусный и полезный. Чисто без каких добавлений, добавок, улучшителей. Правильно? Собственное производство, по словам руководства колонии, приносит неплохие доходы. А трудовая занятость дисциплинирует осужденных. Производство, оно приносит прибыль. Это модернизация производства, это покупка новых станков, это ремонт старых станков. Произвели ремонт у нас станков, которые по деревообработке идут. Идут сейчас заказы, мебельные заказы. Это кромочные станки отремонтировали. И станки по распиловке ламината. Это все идет от прибыли. Мы получаем, мы ее опять вкладываем. Помимо этого, при колонии работают образовательные учреждения. Средне-средне-специальные и высшее образование на сегодня получают 270 осужденных. По их словам, это поможет им выйти на свободу другими людьми. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. А теперь время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Баскетболистки Политеха дважды разгромили дома Питерскую Ладогу. Самарские дзюдоисты выиграли Кубок Европы. Анастасии Павлюченковой покорился австрийский чемпионат. Самарчанка Анастасия Павлюченкова выиграла чемпионат Австрии. В финале она в двух сетах одержала верх над немкой Анной Фридзом 6-4-6-3. Уроженка Германии занимает 118-ю строчку мировой классификации, Самарчанка – 29-ю. Павлюченкова в этом сезоне впервые примерила на себе титул чемпионки и восьмой в карьере. В Дубровнике, Хорватии, самарские дзюдоисты выиграли Кубок Европы. Приз взяла Дарья Межецкая. В финале ей сдалась Таня Базович из Македонии. Серебро у Анастасии Павленко. Бронзовую медаль завоевал Ислам Хаметов. Самарские баскетболистки открыли сезон в Суперлиге. Первые соперники – гости из Санкт-Петербурга. Какие сюрпризы преподнес матч открытия в репортаже Валерии Макаровой. Болельщики надрывают голосовые связки. Все-таки первый матч сезона. Университетская команда, которая доросла до профессионального уровня Суперлиги, заразила баскетболом всех студентов политехнического. Всей душой политех верит в свою команду, в наших девчонок. Они вообще большие молодцы. Поэтому я и все мои друзья и вообще наши вот здесь. Растет фан-сектор. И сегодня общими усилиями, общей мощью, я думаю, что мы победили. В прошлом году политех сам ГТУ стал серебряным призером Суперлиги. Этот сезон команда открывает матчем с питерской Ладогой – победителем регулярного чемпионата прошлого года. Однако сегодня ее состав серьезно ослаблен. Если первую половину игры Ладога держалась достойно, то ко второй ее силы иссякли. Итоговый счет 82-52 в пользу Самары. Мы уже заранее увидели, что команда слабее, и мы себе дали поблажки. И вот такой результат. Хотя должны выигрывать много очков и делать большой задел. Ну, я думаю, для нас это будет уроком. Фотография с матча отправится в инстаграм команды. Там за успехами баскетболисток следят еще полтысячи болельщиков. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. Новости спорта. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok